Резактония Резактония поражает в данном случае озимую пшеницу, начиная с фазы трех листьев. Так вот, ярким примером для идентификации данного патогена в поле является ржавое остроконечное копье на кончиках корней. Дальше у нас происходит два варианта. Первый вариант, при котором у нас растение полностью погибает. И второй вариант, когда данный патоген переходит уже в прикорневую форму. Так вот, для резактонии характерны продолговатые эллиптические пятна, которые схожи по своей симптоматике с циркоспореллезом. Но есть одно небольшое отличие. Когда мы разрезаем стебель, в случае резактонии мы можем не наблюдать белый воздушный мицелли гриба, в отличие от циркоспореллеза. Где же сохраняется данный патоген? Данный патоген не сохраняется на семенах, а сохраняется на пораженных растительных остатках и в почве. Кстати, у компании Сингента есть сервис, который называется фитоэкспертиза почвы, который поможет нам узнать, есть ли у нас резактония на полях или ее нет. Если посмотреть на статистику последних нескольких лет в регионе Юг, то что мы увидим? Мы увидим то, что количество образцов положительных с резактонии увеличилось с 7% до 28%, что говорит нам о том, что в данном случае происходит накопление данного патогена в почве. Одним из важных и эффективных методов для борьбы с резактониозом является предпосевная обработка семенного материала. Компания Сингента защищает посевы озимых культур с помощью продуктов для обработки семян, которые называются Vibrance Tril и Vibrance Integral. Так как в их составе находится молекула седоксан, которая перемещается вниз кончиком корней, там где у нас находится резактония. За счет этого контролируют данный патоген. На этом у меня все. Увидимся на ваших полях.